Так, Пао Газоль провел в Евролиге пока только одну игру. Для него это, вот, понятно, что что-то вроде физкультуры для того, чтобы вернуться в хорошую форму и помочь сборной на Олимпиаде. И у нас две лучшие защищающиеся команды Евролиги сегодня встречаются. У нас забить, хотя бы прямая возможность была и преимуществом получил. Ханга и накрывает его Тайрик Блэк. Ну и вот посмотрим, что сейчас будет еще, должна быть еще одна атака у Зенита, если они смогут забрать подбор. Да, они даже по перехват делают хвостом. И убегают от Курича. Ну, не красавец. Ну, отмечим, что руку-то сунул Пойтрес и он подбил мяч. А Дмитрий просто его подхватил. Тем не менее, командная работа дала результат защите. Как вы хотите заметить, да, вот смотрите, сколько энергии. Два перехвата подряд организовывает Пойтрес. Давайте еще забьем сейчас, а. И три результативные передачи. Он такой... Хотя, хотя Хвостов ничего не испортил. Вот, ты представляешь, еще даже вот пара, пара моментов. То есть, Зенита могло быть, что, плюс 10, если бы там Пойтрес забил свою из-под кольца. Ждут наши режиссеры, что он выйдет и поломает игру. 6 минут. Ну, а на самом деле, вот по тому, как он приберег Пойтреса в первой половине, да, даже не хочется советовать что-то Коскуалю. Здесь Тарик Блэк затруднил, забрал этот отскок. А Клавер даже повыше было полностью, получается. Ну, что, Кейси Риверса, зачем он мяч получил, чтобы... Вот, большие, большие паузы, конечно, извините. Раньше таких не было в первой половине. Еще тут 5 секунд и... Вау!